Немного о других цифрах идет речь, когда мы говорим о коммунальных платежах. Обычно все примерно знаем и понимаем, сколько нам нужно заплатить за отопление. Но в этом месяце жителям некоторых муниципалитетов региона пришли квитанции с непривычными суммами. У кого-то меньше, у кого-то больше. Почему, объясним далее. Дома одинаковые, но платежки за тепло у жителей этих зданий в Иркутском районе, как и в других территориях Прибайкалья, получили разные. У большинства суммы в квитанциях меньше, чем обычно, но не у всех. Алена Кибанова ежемесячно платит за отопление своей трехкомнатной квартиры около 1800 рублей. В этом месяце счет оказался на 300 рублей больше, как и у многих ее соседей. Причина – жителям дома, где проживает девушка, сделали перерасчет на основе показаний общедомовых счетчиков. Их установили несколько месяцев назад. И оказалось, что в этом многоквартирном доме тепла израсходовали больше, чем предусматривает усредненный норматив. Я получила плюсовую корректировку, но она была незначительная. Она была буквально за декабрь 2020 года, потому что установили общедомовый прибор учета буквально в декабре. Нас уже предупреждали заранее о том, что у нас будет годовая корректировка, в том числе и в связи с установкой общедомового прибора учета. Но в дальнейшем счетчики могут помочь жильцам экономить. Ведь приборы будут четко фиксировать, сколько действительно жильцы дома потребили тепловой энергии. И именно эти данные позволят сделать годовой перерасчет. Кстати, его проводят лишь в тех муниципалитетах Иркутской области, где люди платят за отопление круглый год. Среди них Шелихов, Братск, Устилимск, Саянск, Иркутский район, которые в том числе обслуживает Байкальская энергетическая компания. Годовая корректировка – это разница между тем, что ежемесячно мы выставляли за коммунальную услугу отопления в течение всего года жителям, и то, что они потребили по факту, исходя из показаний коллективного общедомового прибора учета. Жителям либо придется доплатить, либо у них пройдет минусовая корректировка. Но такая корректировка делается не для всех. Ведь есть в Байкалье и другой способ расчета за тепло. Жители домов платят по факту потребление только в отопительный период с сентября по май. Эта система действует в Иркутске, Ангарске, Зиме, Усулий-Сибирском и Черемхове. При этом экономить на отоплении могут все. Главное следить, чтобы в доме не было потерь тепловой энергии. К примеру, в морозы закрывать окна в подъезде. Юлия Шинкарюк, Виктор Черкашин. Новости по будням.